добрый день уважаемые любители рыбалки ну что сегодня мы приступим к изготовлению самодора что нам для этого нужно нужен крючок 10 где-то номер с длинным цевьем в данном случае это крючок оцинкованный специально для моря ну это совсем не обязательно и что он как я его дальше вяжу сначала делаю водочку так обрежем лишнее где-то сантиметра полтора-два полтора даже не два от крючка делаю тройный узел это для того чтобы крючок потом держался на стволе вот такое делаем и чуть длиннее делаю отрезаю конец лески для того чтобы можно было одеть там такую бусинку один крючок будет второй крючок тоже уже повязан и завязан узелок вот видите да сон узелок теперь беру нитка держатель с катушкой ниток тоненьких ниток начинаем вязать берем органцу отмеряем кусочек вы нам нужен обрежем организмом организм зафиксируем промежуточным узелком и теперь поверх органзы люрекс значит люрексу нам достаточно парочку ниточек и хватит закрепляем сначала одну ниточку переламываю вперед посылаем и закрепляем еще раз и формируем головку уже нашей мушки делаю окончательный узелок 4 вишня обрезаем сейчас вот такая ножка теперь давайте еще сразу еще один сделаем берем наш материал грамот закрепляю его и теперь сверху лорекс поверх крыла вложим его и пару витков закрепляем отвожу назад люрекс только без поводка поводок оставляем на месте формируем головку на самодор с такими крючками очень хорошо ловится ставридка теперь закрепляем нашу нитку локом получается мы крепим саму нитку и она идет как еще один возбуждающий фактор для хищника сделаем то же самое ну все давайте теперь будем собирать самодор значит перед тем как собирать самодор я на каждый крючок еще подцепил такое бусинки светящиеся это для того чтобы так как у нас сейчас ставрида ловится в основном ночью это еще дополнительный фактор того что она будет клевать так теперь возьмем линейку отмеряем 25 см теперь делаем на конце лески петельку это для соединения с основной леской и начинаем набирать наш самодор отмерили 25 см делаем петельку полукольцо еще одно полукольцо теперь нижнее кольцо вытаскиваем наверх раз два три берем крючок таким вот макару и в петельку зажимаем до щелчка следующий здесь норове не будет вот пол петелька раз вторая пол петелька идет сверху два снизу вытаскиваем раз петельку опять снизу два и три затягиваю беру крючок вставляю эту большую петлю и затягиваю все раз два раз два три и да и 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 Продолжение следует... Можно 10 крючков ставить, но я всегда ставлю 6. Жадность фрай разлубила при 10-ти крючках. Получается, во-первых, ствол длинный, надо длинное удилище. Во-вторых, из 6 хватает. Опять отмеряю 25 см. И делаю завершающую петельку. Раз, два, три. Ну и всё. Вот и самодор наш готов. Теперь беру изоляцию для труб. Вот такой вот, что дается в виде той же трубки. Делаю прорези. И теперь наш самодор навязываю на него. Это удобно и хранить его. И для транспортировки. Чтобы лишний раз на него попадался на крючки. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у нас получился самодор на 6 крючков. Я еще не показал, конечно, самодор. Но так вот, как мы вязали. Я старался, чтобы крючки смотрели все в одну сторону. Значит, они смотрят в эту сторону. Значит, нам надо грузило цеплять вот сюда. И при подтяжке будет работать крючок так, как он должен работать при игре. И вот этот конец запускается в эти две прорези. Всё. Самодор наш готов. Это всё, что я хотел вам рассказать. Всё. Будьте здоровы.